Это один из самых выдающихся фехтовальщиков современности. Великий артист. Называй его Папа Гриш. Ну, Крис – это что-то. Крис в фехтовании – это явление. Я его знаю с самого детства. Великолепный психолог. Великий человек. Внутри – это зверь. Браво, Папа Гриш! Мехико. Место 19-х Олимпийских игр. Найсильнейшие спортсмены всех континентов съехались сюда на свято-людской красы и силы. 2240 метров над уровнем моря. О недавних студенческих волнениях напоминают только броневики вдоль дороги. Олимпийскую сборную СССР по шпаге лихорадит. Но ни жара, ни разреженный воздух, ни даже руководство, которое требует только золото, здесь ни при чем. До финала два часа. А одного из спортсменов до сих пор нет. Капитан сборной Григорий Крис в ярости. Я говорю, ребята, никто в город сегодня не выходит. Вечером финал по деревне не шастает. Смог этот, там же горы вокруг, это смог стоит, и жара. Григорий Крис – шпажист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион СССР. Без малого 30 лет возглавляет школу Олимпийского резерва «Динамо». Уехал, приехал за два часа до финала. Этот спортсмен дал четыре баранки. Хоть бы один бой вырвал, мы бы уже все в Янраве вырвали. Вдобавок замкнуло Алексея Никанчикова. Мы вышли в Янраве, 3-0 повели. Четвертый бой Алексей Никанчиков, 4-0. На пять уколов бой. До конца боя одна минута осталась. Програв 5-4. И в Январе воспряли, и начали догонять. Положение критическое. Григорий Крис, золотой призер прошлой Олимпиады, выходит на дорожку. Перед ним непосильная задача. Когда я вышел на последний бой, мне надо было чемпионом мира Немера выиграть 5-0. Тогда был бой капитана еще. На него было очень мощное давление. Вадим Гудсайт. Олимпийский чемпион, заслуженный тренер Украины, вице-президент Национальной Федерации Фехтования. Такому спортсмены относятся по-другому. От него уже все время ждут, от него требуют. Ты должен поддержать команду, а где-то и выручить команду. Крис ведет 3-0. Еще два точных укола, и команда спасена. Я провел 3-0. Все так, ну, тоже левша, высокий, мощный такой, Немери, венгер. Ну и потом дубль. 4-1, уже мы сняли маски, подзавели руки. Надо было только 5-0 выиграть. Как так? Програти? Я же чемпион. Нина Уманец. Серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле. Шеф миссии Национального Олимпийского комитета Украины с 2008 по 2014 год. Начальство восприняло поражение шпажистов как позор. Спортсменов даже не вызвали на Олимпийское построение. Это тяжелый удар по самолюбию для того, кто сделал для победы все. Наш фильм о спортсмене, который сражался и побеждал в прошлом ради наших спортивных побед, в настоящем и будущем. Григорий Крис. Поединок ради будущего. Киев, Украина, 1956 год. Фехтовальная секция Семена Колчинского. Новичок Григорий Крис понимает одно. Ему очень обидно. Там старший, который был разрядник, один был такой, любил перед девочками. Выпендриваться, так можно сказать. Я прошу со мной пофехтовать, хочу на тебе научиться, а ты там то в левую руку возьмешь, то в правую. Я раз-два пробовал, потом дал в нос ему. Меня Колчинский выгнал. В послевоенном Киеве существовало железное правило. Если слышишь ночью за дверью жалобное мяуканье котенка, никогда не открывай дверь. Именно так бандиты из черной кошки выманивали на улицу своих жертв. Война давно кончилась, но Киев выкашливал ее склоками коммуналок, хлебными карточками, ночной бандитской стрельбой и дерзкими грабежами. Но воровская романтика не столько пугала, сколько притягивала мальчишек, оставшихся без отцов. В нашем доме жил три таких, которые и грабили гестаповцев в доме там. Воры, настоящие были воры. Но я вам скажу, что вот нас, пацанов, которые мы подросли, нас же тянуло на подвиги куда-то за. И мы пойдем на шухер и посыдем. А ну домой, по шее. Не подпускались никуда, они нас оберегали. Вместо подвигов Гриша тяжело заболел. Его лечила вся коммуналка. В такие моменты забывались все скандалы. А однажды пришел сам тренер с медом и малиной. Выздоравливай, давай приходи. Козем ответ. Я говорю, ну я хотел, но вы же вынули. Ну и все, ладно. Это урок тебе будет. Это мудрость тренера, я считаю. И большая мудрость. Потому что умение простить и потом найти общий контакт. Потому что эмоции... Владимир Станкевич. Старший тренер сборной Украины по фехтованию на шпагах с 2001 года. Неоднократно бывало так, что доходило до такого, что выгоняй из зала, ты вообще никогда не будешь заниматься. Эмоции у фехтования очень сильные. Последний турнир, где мы были в Берне, Варвине нанес решающий укол. Настолько закричал, что Петроста потерял сознание и упал с помостом. Бамбуковые шпаги, первые приемы. Григорий захвачен. Фехтование ему определенно нравится. Тренировки, впрочем, длились недолго. В школе один из учителей, заяблый курильщик, внезапно решил бороться с курением. И когда Крис по привычке протянул ему сигарету, поволок пацана к директору. Все, конечно, разбежали. Сделал меня, руку заломил и ведет к директору. Я собрался, он все больше жмет, я говорю, мне больно. И начал кланяться, кланяться. Он сказал, я же левша, вижу, действительно, я ему... И выбил два зуба передних. Пиццовет, всеобщее порицание, красивые слова о том, что в советской школе не место хулигану. И Григория выгнали. И из школы, и из фехтовальной секции. И жизнь Криса круто переменилась. Вечерняя школа, завод. А однажды снова приехал тренер. И вот я через год уже стал чемпионом Союза по юниору. Стойка не та. Неправильное перемещение по дорожке. Ничего академического, какой-то уличный стиль. Но Семен Колчинский не спешит ломать юного спортсмена. Все его знаменитые мушкетеры Иосиф Витебский, Сергей Парамонов и Григорий Крис это прежде всего личности, носители особого авторского фехтования. Все не могут быть одинаковыми. Найти в ребенке, в спортсмене свое, развить это свое. Гениальность тренеров. Семена Яковлевича Колчинского мы все называли просто гениальным человеком. Он действительно был гениальный, гениальный человек во всех отношениях. С каждым уколом и выпадом Крис понимал, он на новой дорожке жизни. И этот путь ему определенно по душе. Тут тоже можно драться. Но тебя за это еще и хвалят. Есть в активе Григория Криса и его тренера Семена Колчинского одна история, которая давно стала легендой в мире фехтовальщиков. Все началось с польского спортсмена Богдана Гансиора. Рост 2 метра 6 сантиметров. Быстрый, опасный. На пути к Токийской Олимпиаде Григорий Крис встречался с ним неоднократно. Но больше одного-двух уколов нанести не мог. Рост Криса метр 75. Он просто не мог дотянуться до длиннорукого Гансиора. Я приехал домой, говорю себе, надо что-то делать. Если он попадет мне на Олимпиаде, труба будет. Я не могу к нему подобрать ключи все. И вот Колчинский говорит, давай делаем длинную шпагу. Я говорю, давай. А как? Что-то связано. Ну, поехал в Луганск, на завод Луганск, и заказал эту длинную шпагу. Это имитация боя с Гансиором. И вот он ее привез, и вот она на доспорте стоит в кабинете. И вот он двумя руками дарил, а я эту шпагу обрабал. Как будто это Гансиор с длинной рукой. Как войти в дистанцию, как поймать его эту длинную руку со шпагой. И получилось. О секретных тренировках знали только свои. Но они не воспринимали затею всерьез. Что касается Богдана Гансиора, то он широко улыбался. Крис для него клиент. Так фехтовальщики называют тех, у кого всегда выигрывают. Ну вот, звучит команда к бою. И начинают происходить странные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Григорий, говорит, что это было? Я говорю, не знаю, Бог за ним. Великий артист. Сразу говорю, что Григорий Акальевич – великий артист. Сцена по нему плакала. Сергей Парамонов. Первый главный тренер сборной Украины по фехтованию. Бронзовый призер Олимпийских игр. Чемпион мира. Да, он как никто умел меняться. Он может подойти во время боя к сопернику и сказать что-то веселое. Он может сказать что-то грубое. Тяжело сказать, что это объективный вид спорта, как легкая атлетика, тяжелая атлетика. Здесь очень много субъективного. И влияние судьи на ситуацию. Он готовил судью подойти доброе слово, сказать перед боем, сказать что-то такое приятное. Есть масса способов, чтобы попытаться расслабить судью. Просто иногда, допустим, кто-то чувствует, да вроде неудобно использовать это. А Григорий Акальевич, это борьба. То есть, я считаю, что это нормальное явление в единоборстве. Тогда, когда судья влияет на результат. Крис удивлял всегда и никогда не делал того, чего от него ожидали. В этом его стиль, его конек. Чего ты ждешь? Создавай бой. Хочешь, чтобы он на тебя пошел, прожми его границы. Хочешь контратаковать, делай, чтобы ты отступаешь. Григорий Акальевич фехтовал уже, ну как сказать, аллогично. У него много аллогичных вещей было. Знали, как я фехтую. Под меня готовили спортсмены, умерли все. И все равно я делал свою коронку. Я делал не в семь, отвлекающих подготовителей, а в двадцать семь, например. И противник не выдерживал, не знал. Все время напряжение. Может, одну минуту быть собран, две. Но когда на пять минут бой, он не выдерживал то напряжение. Одаренность, интуиция и каторжный труд. Когда напряжение достигало апогея, дневные бои сливались в один бесконечный поединок. Вот когда я фехтовал, я помнил все уколы за два-три года. Все бои. Вот приходишь, в восемь мы в зале уже. Вечером приходишь в зал в восемь вечера. Пока помылся, кушать приготовил, девять. Ляжешь спать, ты не застешь. У тебя перед глазами эти бои. И все, завтра опять с утра начинаем. Вот мы сядем по стакану водки, покушаем. Голову на подушку и отключаюсь. По совету Колчинского Крис ввел дневник. Раз бои все равно крутятся в голове, надо их записать. Спортсмен должен сам раскрываться перед тренером, потому что тренер в душу не залезет. Спортсмен, что у него в душе. По разному видим ситуацию в бою. Поэтому я пока свежая память, я вечером все в дневник записывал. А вот это я на этом проиграл. Надо будет обратить внимание дома. И вот когда я приезжал на соревнования, вечером, накануне соревнований, пролистал дневник. Я уже вечером уже сказал, как я буду завтра с ним фехтовать. Я же выходил на дорожку, как я вам до этого рассказал, что нет ситуации фехтовала. Я уже знал, как с ним фехтовать. Я уже сразу включался и навязывал свою манеру в бою. Неожиданные решения, кстати, всегда отличали мастера. И не только в спорте. Так на зимних сборах после целой череды тренировок ребята надевали костюмы и шли на танцы. Вернее, бежали. На лыжах. 20 километров по снегу и... И ты звезда танцпол. Зимой вот так по снегу футбол играли. На лыжах ходили. В субботу, допустим, там, после тренировки, вечером свободный, там, тренеры уезжали домой, там, под Москвой. Пошли час-движерночек в хоккей играть. До трех ночи. Поиграли в хоккей, пришли мокрые, замороженные, все-таки белые, все вини. Помыли, все опять за стол сели, все. Потом до обеда спали. Алюминиевую, эту самую тарелку, ложка, бам, каша с мясом кинули. Два куска хлеба, сахар. Витамины какие давали? Поливитамин. Мы их, конечно, не брали, потому что из них запор, этих поливитаминов. Ну что, давали шоколад. Шоколад немерено. Такая плитка шоколад с витамином Е. Еще давалось, чтобы нас не тянуло налево. Поэтому мы его тоже не ели. Я пройдет домой, по два сплита раздавал, там, в отворец все. Все такие сядут, шоколад, халявные все. А что дальше, вот, не знаю. Его оружием не всегда служила шпага. Однажды в его руках оказался руль. У него был свой микроавтобус, мы ему помогли, как федерация, с ним. Сергей Мищенко, член Президиума Национальной Федерации Фехтования Украины. Возглавлял федерацию в течение 18 лет. Возил шпажные команды, другие команды. Как к себе домой ездил на международные соревнования. И все знали, что вот одно или другое мероприятие, транспортная проблема будет закрыта конкретно Григорием Яковлевичем. В 2000 году украинская сборная по шпаге не попала даже в одну шестнадцатую на чемпионате мира. Наматывая тысячи километров, он возил ребят на соревнования, чтобы они могли заработать драгоценные очки. Но, как говорят разведчики, автобус – это только прикрытие. Главная информация. С подачи Криса сборная получает нового тренера. Он первый, который поддержал мою кандидатуру. И я сказал, что Григорий Яковлевич, мне, конечно же, надо ваш опыт и ваша мудрость. Крис и Станкевич вместе проводят тренировки, обсуждают каждую деталь подготовки. А иногда, чтобы добыть особо ценные сведения, Станкевич идет на хитрость. Я хитрость знаю, что бывало специально провоцирован для того, чтобы он находил максимальное количество аргументов и находил те моменты, которые клали бы меня на лопатки, но они мне были необходимы для того, чтобы основательно до конца понять. И мы там спорили до глубокой ночи. И я распыляю его, говорю, так, Григорий Яковлевич, а вот здесь не так, вот все-таки не так. Но он не обижается, я ему потом признался, говорю, вы же понимаете, он такой ты хитрый, говорит, за штырки меня брал. Григорий Яковлевич очень классно, классно, очень здорово, это чувство такта. Очень с его регалиями, с его дешительным уважением во всем мире. Я специально еще привлек его к сборной команде в Украине, попросил его, не привлек, а попросил его помогать мне. Он реально понимает дешительное чувство такта, что если я принимаю последнее решение, именно как капитан сборной, как тренер, главный тренер сборной команды, он всегда говорил, сынок, ты как считаешь, ты прав, я тебя всегда поддержу. У него не было такого, чтобы он все равно шел до конца в кость, и нет, будет только по-моему. Даже если ты проиграешь, этот человек тебе потом никогда за твоей спиной не скажет кому-то, а я говорил по-другому. Он скажет, мы приняли это решение, и мы проиграли это вместе. Нести ответственность за всех. Как опытнейший спортсмен, он иногда видел проблему раньше, чем его подопечный. Наверное, именно тогда он начал обращаться к ним, сынок, доченька. Я тоже, будучи спортсменом, хочу рассказать один случай, когда фехтуя в 89-м году на соцстранах, я дошел до финала, то есть дрался даже до первого места, и он взял меня под патронат, и все время говорил, так, сынок, то поди поди ножки, там, холодной водой сполоснил, там, поди лицо умой, тут, значит, это сделай. Я его даже называю, чтобы вы понимали, я называю его Папа Гриша. То есть он это знает, он к этому очень тепло относится, и все. То есть я его где-то на Григоряхове, а где-то в узком круге, когда мы действительно там находимся все родные, я всегда говорю, Папа Гриша, ваше мнение, как вы считаете? То есть я его называю действительно как... Он мне за все эти годы, столько лет, сколько мы вместе, он мне как бы отец. Мы с вами на турнире имени Семена Колчинского. Организация соревнований, сборов – это еще одна забота Григория Криса. Он прекрасно понимает, без вот этих ребят, многие из которых еще не могут сдержать слез, когда проигрывают бой, без них ничего не будет. Вначале я много проигрывал. В пуле я отфитовал очень плохо. После пули я проигрывался 58-м. И как бы дальше выиграл заход в четверку. Первый номер рейтинга нашего, украинского. И потом проиграл. Пришевскому. Ну ничего. Ничего страшного. Вообще на медаль не рассчитывал. Рассчитывал максимум войти в восьмерку, но я себе пообещал после прошлых соревнований волевой, что я войду в четверку на Колчинской. Вот я выполню это. Мечта? Ну, я бы хотел для начала поехать во Францию, в Бурж, на чемпионат мира. Дальше больше, олимпийские игры. Ну, это один из самых выдающихся фехтовальщиков современности. Шпажистов. Поэтому и сегодня он внес свою лепту, свой вклад в успех нашей мужской команды на чемпионате мира в этом году. И именно когда спортсмены слышат советы, опыт таких людей, они начинают верить в себя, находить пути решения в тех трудностях. А вы же поймите, чемпионом не рождаются, чемпионом становятся. Таллинн. Ресторан. Начало 70-х. Команда расслабляется после сборов. К нам посадил, сел один человек, сначала как бы поздравляет, а потом начал провоцировать нас на драку. То есть это была подсадная утка. На носу олимпийские игры в Мюнхене. Все понимают, драка – это клеймо не выездного. А личное оскорбление, какие мы люди плохие. То есть все, что можно было оскорбить и как-то завести человека. То есть если бы это было не перед Олимпиадой, и мы как бы не держались, то я сразу как-то врубился, говорю, так, сиди, всем тихо. Для Григория Криса с его взрывным характером – это настоящее испытание. Но он хорошо помнит 1967-й. Это случилось в Монреале. Дрались за выход в финал чемпионата мира. Венгерский спортсмен откровенно уколол в пол, датчик сработал, и хотя Крис разорвал дистанцию, судья развел руками – укол защиты. Когда Крис попытался оспорить ситуацию, на трибунах поднялась буря негодования. Венгры, бежавшие из своей страны после советского вторжения в 1956 году, изливали всю желчь на советского спортсмена. И тот не выдержал. Мы пока заказывали, а тут свист зала. Знаете, когда в таком районе, сразу среагировал этот свист, а я мне показываю, и так далее, и все. Ах, и я туда. Это в хоккейном был зал, в хоккейном поле. Там барьеры. Мне, конечно, повезло, что там как раз я сидел, вот барьера стояла, там в вице-принятной федерации, такой дедушка. Он на мне повис, Григорий, но, но, но. Внутри сверху позитивный, мягкий и доброжелательный человек, внутри это зверь. Потому что именно жесткий, сильный спортсмен, потому что без этих качеств не станешь великим человеком в спорте. Не станешь чемпионом мира, не станешь небесным чемпионом. Советские шпажисты стали чемпионами мира. А Григория Криса вызвали в ЦК партии. Он понимал, что его могут закрыть, то есть сделать невыездным. Тебе какой-то Ноттенголд подсказал, рассказать, как оно было. Если бы начал, да, я знаю, я виноват, так вот, все, мне бы закрыли. Потому что, представляете, какой это скандал был, сабли, с шпагой, с махтом через зал. Я понимаю, что это была моя последняя поездка. Я сражаюсь, что до них не дорвал, до этих фаршистов не дал, не врезал. Я понимаю, что я больше там бы не выяснил, но так и было бы. Зато я показал, что нечего русского человека оскорблять. Ну, 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 давай договоримся, давай надо сдержать, Григорь. Я так внутренне должен все пронесать на халпы. Эти озорные глаза, и как он быстро все принимает, и как он быстро, он считает, что на раз, два, три, и воспринимает все на раз, два, три. Значит, Крис точно умел высчитывать, чувствовать, когда и что сделать. Фарид Дашаев, пловец, участник Олимпиады в Мельбурне, спортивный тележурналист с более чем 50-летним стажем. Вот эта интуиция, заложенная, повторюсь уже, природой, она сопровождала его всю спортивную жизнь. Олимпиада 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 Это слово, которое тревожит душу каждого спортсмена. Это не просто соревнование. Это как бы возможность еще раз родиться, родиться уже совершенно в новом качестве. Олимпиада вне времени, вне расстояния. Нет никакого значения, в каком году, в какой стране ты победил. Ведь каждая олимпийская победа – это прыжок в вечность. Для Сергея Бубки это был Сеул 1988 года. Невозможно не сравнить ни один чемпионат мира, ни чемпионат Европы. Сергей Бубка – олимпийский чемпион, 35-кратный рекордсмен мира, президент Национального олимпийского комитета Украины. А стать олимпийским чемпионом, подняться на олимпийский пьедестал, ну, мечтают миллионы, а удается единицам. Для Ольги Харлан – Пекин 2008. Ну, Пекин – это вообще отдельная глава моей жизни, можно так сказать, потому что с этого все и началось. Ольга Харлан – олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Украины. Олимпиадой мы жили и живем, 44-44, олимпиадой, и вот что делать? Потому что это один шаг, один неверный шаг и все. То есть один верный шаг – это олимпийский чемпион. Для Григория Криса – Токио 1964. Ехал туда, у меня мыслей не было, что я выиграю. Просто ехал, конечно, драться буду за каждый укол, это ясно было. У нас так все спортсмены, все. Не ехали там, мандражистами такого не были, и за спиной никто не прятался. Первое испытание для спортсмена – это олимпийская деревня. Конечно, я не ожидал, когда собираются все выдающиеся спортсмены современности, живут в олимпийской деревне. Это сердце олимпиады, олимпийская деревня. И видеть столько ярких звезд, личностей – это большой психологический стресс. Это испытание для Григория Криса самое легкое. Товарищи рассказывают о нем как о гении общения, как о человеке, у которого в друзьях весь мир. Если вы поедете с ним на международные соревнования, чемпионат мира или чемпионат Европы, он идет по залу и непрерывно с кем-то здоровается, кому-то дает там тумака, привет Григорий, все его знают как Григорий. У него нет хорошего языка, иностранного. Но более способного к коммуникации с нескольким, с десятком количеством слов, чем Крис, я не знаю человека в мире. Но на ответственных соревнованиях вы бы увидели совсем другого Криса. Нина Уманец уверена – чемпиона видно сразу. А это знаки, как светятся очи, как сосредоточенный спортсмен. Это было видно по Эльбрусу Тедееву. Я видел, когда он за часа три года до начала своих боев, он еще спал. Он как раз вошел на балкон, а проходил его тренер и говорит, «Я уже встал за медалью». Вот у чего. То есть есть уверенность, есть та сила, которую передать словами это не может. Это нужно поставить камеру и спостерегать за этими людьми. Есть свои олимпийские секреты и у Григория Криса. Мы все веселились, соревнования, это общение, это встреча друзей по всему миру. Но Григорий Аковлевич, Гриша, мог пролежать целый день в постели с книгой, аккумулируя энергию. Когда на Олимпийских играх или до, лучше не с кем не общаться. Из прессы, из социальных сетей. Лучше от этого оградиться и идти вот к своей цели, вот по какому коридору просто, как лошади ходить. Так же самое и мы. Вера в свои силы была. Но все же Григорий Крис рассказывает, что перед решающим боем глянул куда-то высоко, в темноту трибуны. В зал такой теный, только помост отцвечен. Я так далее говорю, боже, боже, помоги мне выиграть. Видно, скажем, как вот идет спортсмен засередженный, все, и может, скажем, до того и не думал молиться Богу. А тут идет, что-то себе промочит под носа, и губы в него шевелятся и что-то говоришь. Воспоминания о финальных победных поединках разных лет в чем-то похожи. Это венец тренировок. Это некая награда за тысячи минут в зале за отчаяние, пот и неверие. Это вершина подготовки, когда в самый тяжелый момент тебе легко. Тебе кажется, что ты можешь все. К финальному поединку с англичанином Хоскинсом Григорий Крис вполне готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невозможно, когда-то, внутри все так вот переворачиваться, и слезы в глазах, и действительно, потому что, знаешь, стоишь в громадный зал, и все стоят, есть народ, который там, японцы, или там другие концентрации, люди стоят и слушают, и этот гимн играет, и он так громко орает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я фехтовала свое удовольствие. Мне настолько это нравилось. Было очень громко. Было очень громко со всех сторон. Их болельщики сидели всюду. Мне казалось, они сидели вот пару метров от меня. Звезды сошлись, бог на меня посмотрел. Ну, не знаю, мама меня верила, что туда произошло, это... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1964-м в Токио наших болельщиков было мало, так же, как и украинских в Пекине. Но что значит мало, когда на дорожке свои? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думал, что Гуцайт переломает руки себе, потому что там такая металлевая огорожа была. И как он бил перед плечами по той трубе, это нужно было бы видеть. И так сказал, Вадик, дивись, потому что ты себя пока лечишь. Президент федерации, Мещенко, Сергей, сидел, взявшись за голову, потому что они настолько, ну, я сказал, настолько это все было позитивные эмоции, и такие были, чтобы они били через край. Эмоционально это волнительно. Я не могу назвать вторые соревнования, которые так тяжело мне дались. Наверное, не случайно в моей карьере было много побед, а на Олимпийских играх я победил только один раз. Даже если я настолько потратил много сил, если кто-то после соревнований подошел и меня просто толкнул пальчиком, то я бы упал, у меня уже не было сил. Когда я в Личник выиграл, я еще сам не верил в это. Вот только потом уже, через пару месяцев, послушал я Олимпийский степен. Фарид Дашаев работал тогда на Киевской телестудии, и он помнит, как сообщили о победе Криса. Ну, можно сказать, одним словом, восторженно. Ну, там разыграли такую сценку, якобы звонит телефон, я снимаю трубку, алло, да, да, Киев слушает там, и все такое. А уже все было готово, конечно. Славе спортсменов в 60-е могли позавидовать кинозвезды. Можно с уверенностью сказать, встречи с героями спорта носили не протокольный, а самый, что ни на есть, народный характер, невзирая на обилие флагов и членов партии. Позавтракать, покормили, поехали, то в колхоз, село там, коровный, там, то в тех, там, и все. Потом вечером, под вечером, это какой-то вуз, а уже поздно вечером в клуб. В клубе там сколько, может, клуб там вместить народу, а остальные громкоговорители выносили на улицу, и там народ на улицу. И народ стоял, мы там до часа ночи, до полтора выступали, рассказывали там, каждый про свой вид спорта, с юмором, все. Народ, конечно, сидел и там на улице ждал, пока не закончил. Случалось, что народная любовь принимала весьма гротескные формы. Тележурналист Фарид Дашаев как-то сопровождал шефскую поездку спортсменов на одну из строек века. Ну, без фамилии скажу, что двух знаменитых хоккеистов, они были в этой группе, чемпионы Европы, СССР, МИР, многократце, их выкрали рабочие вот этого строительства. Домой в общежитии к себе, появились они через сутки. В очень неприглядном состоянии. Но это, понимаете, для рабочих эти люди были живые бои. Ну, как выиграть чемпионат мира? Ай-яй-яй. Киев встречал их как героев. Но победа, казалось, никак не изменила Григория. Ну, он не задавался, не кичился, ничего. Вот, к сожалению, пока я не нашел фотографии встречи на вокзале киевском. Ну, его качали просто. Встретили его. Виден хорошо Семен Яковлевич Колчинский, который по обыкновению отошел в сторону. Скромный человек был. Вот смотрите, вот великий тренер же. Великий. Но очень скромный. Может быть, встречая своего ученика, тренер Семен Колчинский понимал, что это не просто праздник. Что это начало нового, еще более тяжелого пути, в котором будут не только победы. Долгую жизнь идешь к этой планке. Долгую жизнь идешь к этой планке, готовишься, тренируешься, не спишь, переживаешь, плачешь мужской слезой. Уже даешь себе слово «бросить», если что-то не получается. Потом, когда ты берешь эту планку, а эта планка происходит абсолютно, буквально там, ведешь к победе 15-20 лет, и эта планка за один день ты ее достигаешь. Происходит какая-то не то, что переоценка, а просто ты радуешься, в этот день ты счастлив, потому что ты достиг этого всего. Но потом ты понимаешь, просыпаясь с утра, что это уже история. И нужно идти дальше, и нужно идти вперед, и нужно идти точно так же тренироваться, и точно так же идти делать. Потому что ты профессионал, ты человек, профессионал, ты больше другого ты ничего не можешь делать, как только выходить, тренироваться и побеждать. Иногда мы задаем себе вопрос, зачем нужен героизм спортсменов? Зачем нужны Олимпийские игры в мире, где до сих пор правят бал нищета, голод и несправедливость? Розвиток Олимпийского движения и участия в Олимпийских играх нужно для того, чтобы объединять страну. Потому что эти два недели, когда проходят Олимпийские игры, страна за кого болит? Болит за своих. И мы можем пишаться спортсмены тем, что действительно, скажем, работа спортсменов, она даёт те эмоции, которые, ну, нет, скажем, ни с чем не может сравниваться. Почему? Потому что это позитивные эмоции. Это действительно инструмент воспитания человека, воспитания личности. С малых лет, когда занимается ребенок, мы же не знаем, станет он чемпионом или нет. Он чётко получает правила игры, уважать своего оппонента, соревноваться по правилам. Соответственно, закон, конституция для всех одна. Поэтому то, что несёт спорт, он действительно несёт те моменты, которые мы и не задумываемся, что он уже нас готовит и учит жить в здоровом обществе. Григорий Крис – единственный украинский шпажист, завоевавший на Олимпийских играх индивидуальное золото. Но кажется, что он будет искренне рад, когда этот титул, единственный, будет у него отнят. Ведь бой ради будущего продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok